Время возможностей Бобрус посетил вице-премьер Беларуси. Надо более активнее зарабатывать менеджменту соответствующего этого комплекса. Какие пункты в рабочем визите? Ночной тест-драйв. В Кричевском районе угнали Ауди. Он смог выехать на трассу, однако до места назначения не добрался. Куда собирался горе-сосед? Ключевой день страстной недели. Православные отмечают чистый четверг. Прийти на службу, обязательно помолиться, поблагодарить Бога о всех его милостях. В чем секрет идеального кулича? А также рекомендации врачей, друг человека и царица полей. В Беларуси начался сев кукурузы, кто уже приступил к работе. Президент принял с докладом министра юстиции и поставил задачу закрепить законодательное понятие гражданское общество и объяснить его людям. Александр Лукашенко поинтересовался, как видит эту работу в Минюсте и когда планируется ее начать. Глава государства подчеркнул, законодательство должно быть приведено в соответствии с обновленной конституцией в течение двух лет. И акцентировал, это время пролетит очень быстро. Мы приняли новую конституцию, поправки в действующую конституцию, создали новый каркас нашего государства в сфере законов и законотворчества. Естественно, мы должны были давно посчитать, сколько нам надо изменений, дополнений, сколько законов принять в развитии той конституции, которая сегодня действует и принята на референдуме. И эту работу надо немедленно разворачивать. На встрече обсудили дисциплину и кадровую политику ведомств, контроль за работой адвокатуры и нотариата, общественных объединений и партий, а также исполнение решений судов. От экономических показателей до сферы здравоохранения Бобруйск с рабочим визитом посетил вице-премьер Беларуси. Игорь Петришенко познакомился со спортивной и социальной инфраструктурой города. В списке «Славянка», «Красный пищевик», 84-й детский сад, 3-я гимназия и больницы имени Марзона. Об итогах визита Максим Кембель. Свой визит в Бобрусь Игорь Петришенко начинает с «Красного пищевика». Кондитерская фабрика – флагман отечественной пищевой промышленности. В экспортной корзине около 20 стран. От России до Канады – первый в списке цех по производству зефира. Этот продукт – самый популярный в линейке предприятия. Вице-премьеру показывают весь технологический процесс. Только зефиром ассортимент не ограничивается. Здесь также выпускают халву, мармелад, мед, дрожжи и рис конфеты. В условиях санкции «Красный пищевик» открывает для себя новые рынки сбыта. От пищевой промышленности к легкой. Следующая остановка в рабочем визите – фабрика «Славянка». Бобруйский бренд, который одевает уже не одно поколение горожан. Игорь и Петришенко презентуют новые модели школьной одежды. Выполнены они из трикотажа. Также популярны хлопчатобумажные ткани. Главный козырь предприятия – соотношение цены и качества. 7 апреля в Национальном центре красоты в Минске проходила выставка, демонстрация новых моделей школьной одежды. Там были различные производители и торгующие организации. Все оценили по достоинству и присудили первые места в основном нашему предприятию. Мы сейчас ждем конкретных заявок уже с учетом наступающего школьного сезона. Знакомится вице-премьер и с образовательной системой города. В качестве примера третья гимназия. Гость заглянул на открытый урок в стем-класс и оценил спортивную базу учреждения. Тему спорта продолжают обсуждать уже в Бобруискорении – одной из самых крупных ледовых площадок в стране. Заходит тема и об отстранении белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Игорь Петришенко заявляет, государство будет парировать недружественные шаги различных федераций и отстаивать интересы наших атлетов. Мы говорим о том, что надо более активнее зарабатывать менеджменту соответствующего этого комплекса в небюджетную составляющую для того, чтобы мы могли часть денежных средств, которые тратит местный бюджет на содержание вот этой крупной инфраструктуры, мы могли направить на решение других социальных проектов, в которых нуждается город Бобруиск – это и образование, и медицина. Как раз с Бобруиской медициной вице-премьер знакомится в ангиографическом комплексе больницы имени Марзона. Последней остановкой в визите становится 84-й детский сад. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь – более 2000 квадратных метров. Игорь Петришенко заглядывает в комнату для секции, бассейн, музыкальный, гимнастический и спортивный залы. Год исторической памяти и празднования Дня Победы также стали темами визита. В частности, вице-премьер проанонсировал, как страна встретит 9 мая. Запланированы шествия, возложения, посещение мемориальных комплексов. Завершением станет галоконцерт в Минске на площади Победы. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. Взял покататься. В Кричевском районе угнали Ауди. Транспорт был припаркован у дома. Оказалось, его взял 20-летний односельчанин. Он заметил машину ночью. Зная, что сосед автомобиль не закрывает и ключи оставляет в салоне, воспользовался ситуацией. Он смог выехать на трассу, однако до места назначения не добрался. На крутом повороте не справился с управлением и съехал с обочины в поле вблизи деревни Сетное. Автомобиль завяз в грязи и молодой человек отправился домой пешком. Возбуждено уголовное дело. Новые тарифы, востребованная специальность и прививочная кампания. В Беларуси продолжают вакцинировать от COVID-19. Каким препаратом? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси продолжается прививочная кампания против COVID-19. Иммунизируются люди трудоспособного возраста, пенсионеры, беременные женщины и подростки. На выбор в поликлиниках российские и китайские препараты. Медики утверждают, период спада заболеваемости – лучшее время для вакцинации. В стране установлены новые тарифы на ЖД-перевозки для пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении. Цены на региональные и межрегиональные линии зависят от расстояния, класса и типа подвижного состава. При этом у БелЖД сохраняется право на принятие самостоятельных решений о предоставлении скидок. В Беларуси начался сев кукурузы. К работе приступили все области, кроме Витебской. Ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры уже засеяны на площади свыше 500 тысяч гектаров. Это почти 78% от запланированного объема. Аграрии также занимаются и посадкой овощей. Вузы Беларуси готовятся принять около 53,5 тысяч абитуриентов. Ставку делают на такие специальности, как техника и технология, садово-парковое строительство, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, педагогика. В этом году увеличат количество мест на медицинские специальности, в том числе на бюджетную форму. В стране отмечают день образования кинологических подразделений. Четвероногие напарники заступают на дежурство вместе с правоохранителями, берут след и помогают раскрывать дела. Питомцев обучают обнаруживать и задерживать преступников, искать наркотики и психотропы, а также разыскивать криминальные захоронения. Православные отмечают чистый четверг. Верующие приходят в храмы, чтобы исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи и красят яйца. Во время богослужения вспоминают одно из важнейших евангельских событий – Тайную вечерю. О подготовке к Пасхе Карина Гуревич. Для Екатерины Соколовой Пасха – важный праздник. В детстве ее семья всегда готовилась к торжеству заранее. Родители накрывали большой стол и собирали гостей. Обязательным атрибутом был кулич. К сладкой выпечке девушка питает слабость до сих пор, но предпочитает свой собственный рецепт. Смесь уникальных традиций и современной моды. Дрожжевое слоеное тесто, но выглядит оно в виде кулича. Из домашних своих продуктов – это домашние яйца, натуральное масло. Тесто нужно чувствовать, оно должно быть воздушное. Я туда вкладываю душу. Когда его готовишь, нужно иметь хорошее настроение, светлые помыслы. И тогда все получится. Еще одна хорошая традиция, без которой невозможно представить Пасху – покраска яиц. Классический вариант – красный, не единственный. Можно воспользоваться красителем из магазина или необычным лайфхаком из интернета. Купить наклейки, разрисовать вручную. Главное правило, чтобы процесс доставил удовольствие и порадовал глаз. Не обязательно красить все яйца. Используйте разные техники, чтобы каждое было уникальным. Можно купить вот такие мешочки или связать самому. Это не только красиво, но и экологично. В следующем году они еще пригодятся. Если готовить времени нет, то за сладкой булочкой можно обратиться в городские пекарни. Продажи свежие классические куличи с цукатами и изюмом. Сверху их украшают глазурью, безе и шоколадными ушками. Цена – 17 рублей. Готовки здесь подходят с душой и размахом, чтобы хватило на всех. Но оформить заказ все же стоит заранее. Куличи мы выпекаем за день до доставки. Дальше по заявкам куличи доставляем именно к покупателю. Делаем по домашнему рецепту. Уже третий год мы выпекаем свои куличи, принимаем на них заявки, очень хорошие отзывы по ним. О декоре на праздник позаботился и колледж Ларина. Руками учащихся и мастеров созданы подставки, корзинки, упаковки, украшения для яиц и куличей. Все из дерева и глины. Такие сувениры могут стать не только эффектным дополнением к столу, но и прекрасным подарком. Покупателей тут удивляют каждый год. Диапазон начинается от 2 рублей и до 40 рублей. Это уже большие корзинки для яиц, которым можно уложить достаточное количество продукции. В зависимости от размера изделия, от его начинки, компоновки и сложности изготовления и росписи. Богослужения начнутся уже в субботу. В Никольском кафедральном соборе осветить куличи можно будет с 12 до 20 часов. В воскресенье в полночь здесь пройдет божественная литургия. Ждать в эти дни прихожан будут еще 11 храмов города. Подробное расписание на сайте Бобруйской епархии. Нужно максимально обратить свой духовный взор на свое внутреннее состояние, чтобы душа наша была максимально очищена. Кто еще в этот Великий Пост не успел поисповедоваться и причаститься, пожалуйста, приготовьтесь и принять тело Христово в себя в день Великой Святой Пасхи. Прийти на службу, обязательно помолиться, поблагодарить Бога о всех его милостях, о всех его щедротах, о всех его заботах, которые он у нас проявляет. И уже после этого можно о чем-то попросить Бога. В этот день верующие вспоминают Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения, молитву в Гевсиманском саду, а также предательство Иуды. В народе Великий Четверг называют чистым. Принято тщательно убирать свои жилища, печь куличи и красить яйца. Карина Гуревич, Максим Галенка, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. От вальца Штрауса до еврейской хаванагила в Бобруйске прошел юбилейный концерт. Своё 75-летие отметил образцовый оркестр русских народных инструментов «Сувенир». Со сцены звучали как классические, так и современные композиции. Больше 20 номеров. За творческие заслуги музыкантам вручили подарочный сертификат от Бобруйского горисполкома. Обязывает эта дата. Мы с каждым годом хотим, чтобы наш коллектив выступал все лучше, лучше и лучше. И более интересные были произведения ищем. Свой путь сувенир начал еще в 1947-м. Спустя 40 лет ему присвоили звание образцовый. Сейчас в основном составе коллектива 18 человек. Представлен целый ряд инструментов. Домра, балалайка, баян, аккордеон, ударная установка и бас-гитара. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!